привет всем вы на канале пульс земли ежедневный обзор событий и катаклизмов на земле и так события за 2 апреля поехали несколько муниципалитетов в бразилии пострадали от сильных дождей которые вызвали наводнения и сход оползней город акараджу который является столицей штата серджипи принял на себя сильнейшие осадки как сообщают местные сми за пять часов выпало 50 миллиметров осадков в результате такого количества дождя многие улицы оказались затоплены при этом высота паводка составила 60 сантиметров дороги оказались заблокированными для движения транспорта но многих водителей это не остановило они все равно рвались преодолеть водную преграду служба спасения провела более 100 операций связанных с наводнением а вот муниципалитет уратуба который входит штат сан-паулу пострадал от схода более 40 оползней и всего за одни сутки некоторые из них были небольшие а вот некоторые действительно оказались массивными по данным властей в уратобе за 72 часа выпало 300 миллиметров дождя эта непогода вызвала ряд неудобств такие как затопление падение ограждений эрозия дорог а также падение деревьев 30 местных жителей были вынуждены покинуть свои дома резкое похолодание и снегопад не обошлись стороной и некоторые муниципалитеты в испании температура опустилась до отметки в минус 5 градусов по цельсию а высота некоторых сугробов достигает 10 сантиметров вот такое вот начало апреля оказалось в испанских муниципалитетах в муниципалитете путь серда который входит в провинцию жерондо снег начал идти еще вчера вечером а сегодня многие местные жители поделились этими потрясающими кадрами выпавших снежных осадков проблем в транспортном сообщении отмечено не было а вот в муниципалитете монтануй который входит в провинции уэско ситуация сложилась куда гораздо хуже порывы ветра достигали 30 метров в секунду как прогнозируют синоптики этот циклон обрушится и на центральную испанию в 10 регионах испании было объявлено штормовое предупреждение испанцев призывают проявлять бдительность из-за гололеда и избегать поездок который можно отложить по прогнозам синоптиков снегопады продлятся до понедельника а это уже видео кадры из италии на которую обрушился градовый шторм по информации местных жителей градины имели размер не превышающий двух сантиметров в диаметре но его выпало столько что в некоторых районах высота градового настила достигала 10 сантиметров засуха в пьемонте сменилась непогодой с резким падением температуры наиболее пострадавшим районом от буйства стихии можно было отметить пуарина многих водителей застала в пути такая непогода они публиковали в социальных сетях видеокадры что происходило на трассах по сообщениям местных сми дтп от непогоды не было зарегистрировано выпавший град не во всех районах был такой интенсивный где-то он длился несколько минут а где-то почти полчаса потом и последствия от буйства стихии также были разными в нескольких провинциях турции были отмечены пылевые бури наиболее мощные были отмечены в чорум и в бурсе результате шторма и мощной песчаной бури было разрушено несколько зданий пострадали также и автомобили стихия вызвала панику среди местного населения пыльные бури для турции это не редкость в среднем два или три раза в год ее провинции страдают от этого погодного явления местные сми сообщают что максимальный порыв ветра составил 28 метров в секунду видимость при этом местами в разгар буйства стихии не превышала и 20 метров на некоторых дорогах образовались пробки водители решили переждать бурю но находились и смельчаки которые все же решались ехать дальше чем и поплатились за один час было зарегистрировано 25 дтп хорошая новость в том что жертв и пострадавших не отмечено буря буйствовала около двух часов крупные лесные пожары разразились в районе турецкого измира как сообщают местные сми лесные пожары возникли еще в пятницу в западных турецких провинциях измир и мугла буквально за сутки эти возгорания превратились в неконтролируемые пожары которые очень быстро распространяются сухая и ветреная погода сильно этому способствуют власти со вчерашнего вечера объявили красный уровень опасности к тушению огня привлекли и авиацию известно что в тушение принимает участие 5 самолетов местные власти также сообщают что вблизи населенных пунктов возгораний не отмечено эвакуацию населения проводить пока не будут основная причина возгорания пожаров это сжигание мусора местными жителями которые впоследствии переросло в такие ужасные пожары ближайших населенных пунктах уже наблюдается задымление и опасное содержание вредных веществ в воздухе вот такой вот довольно крупный пылевой смерч удалось запечатлеть местным жителям города иски на северо-востоке омана это торнадо впечатлил своими размерами тем самым и привлек себе внимание ехавших недалеко очевидцев этого события по их словам смерч буйствовал около пяти минут а затем растворился в воздухе последствий от него не зарегистрировано как и пострадавших город беркаси который находится в округе бакс штата пенсильвания пострадал от прохождения торнадо этому смерчу присвоили категорию еф-1 на данный момент уже известно что в результате буйства стихии пострадали дома и автомобили местных жителей торнадо успел разрушить пять домов и частично повредил еще четыре также он вырвал с корнем деревья и повалил столбы линии электропередачи естественно часть города остается без электричества 25 человек были вынуждены покинуть свои дома во временные убежища по информации местных сми два человека получили легкие травмы оповещение о том что на округ бакс идет торнадо это произошло в 21 час 45 минут по местному времени ущерб был нанесен по крайней мере в двух районах поступали также сообщения о повреждениях от урагана в городке бендмистер в дублине а также поступали новые предупреждения о торнадо власти уже выпустили желтое предупреждение погодной опасности коммунальные службы москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада в городе идет обильный снег и дует ветер до 15 метров в секунду температура воздуха колеблется от минус 1 до плюс 1 синоптики дают неутешительный прогноз прирост свежевыпавшего снега может составить более 20 сантиметров уже после выходных водители просят быть внимательными на дороге на улице вывели специальную технику обработки и уборки дорог и тротуаров ранее из-за непогоды во внуково домодедово и шереметьево задержали или отменили более 30 рейсов отмечается что за первые сутки апреля прирост свежевыпавшего снега составил 40 процентов от среднемесячной нормы осадков по прогнозам снег будет идти всю субботу и воскресенье на некоторых участках дорог наблюдается проблемы в транспортном сообщении власти объявили желтый уровень погодной опасности и обратились к местным жителям по возможности сократить движение на личном автотранспорте екатеринбург 1 апреля накрыл мощнейший снегопад в регионе объявили экстренное предупреждение на федеральных трассах введен режим повышенной готовности сегодня на улицах работы примерно 400 рабочих и 170 единиц спецтехники связи с обильным снегопадом власти екатеринбурга призывают водителей по возможности ограничить поездки на личном транспорте в общей сложности за два дня в городе выпало 80 процентов месячной нормы осадков учитывая что следующие две ночи ожидается минусовая температура воздуха а с воскресенья ожидается устойчивый плюс в некоторых районах возможны локальные подтопления многие местные жители поделились фото и видео выпавших снежных осадков в понедельник на территории свердловской области обрушится сильный ветер порывы которого могут достигать 20 метров в секунду усиление ветра ожидается на большей части области за исключением юго-восточных и восточных районов сильный градовый шторм накрыл эль-касим административный округ центре саудовской аравии как сообщают местные жители стихия буйствовала около 20 минут за это время выпало довольно много града в некоторых районах высота градового настила составила 10 сантиметров размеры градин варьировались от двух сантиметров до четырех в диаметре град который считался ранее аномалией саудовской аравии в последние годы стал частым явлением все чаще мы с вами становимся очевидцами таких погодных осадков в этом году саудовская аравия уже не первый раз встречается с крупным градом до этого он выпадал еще и в феврале а в январе месяце здесь выпал снег за последние сутки на земле произошло 114 землетрясений с магнитудой от двух целых ноль десятых до шести целых трех десятых землетрясения с магнитуда равной 5 или более произошли в девяти странах в каких именно вы можете увидеть на своих экранах ну и по традиции минутка позитива на канале гранд сенот мексика одними из самых привлекательных мест юкатана являются сеноты это почти уникальное явление не только для мексики но и в целом для планеты прочих странах сеноты встречается штучно на юкатане их тысячи сенота это подземная пещера частично или полностью обвалившимся сводом наполненная почти пресной водой а на юкатане еще и теплой сеноты могут быть большими маленькими глубокими мелкими а также подготовленными для купания погружаясь в воду можно созерцать необычные картины скрытые для обычного прохожего например это чудесные лучи солнца глубоко проникающие глубь пещеры а также необычные образования посетителям обеспечен невероятный вид как над водой так и внутри яркие рыбы необычные птицы уникальная вода и множество красок создают невероятные ощущения спасибо вам за просмотр выпуска спасибо за внимание и до завтра